В Екатеринбурге ночью неподалеку от ремонтируемого цирка в кафе опера из отдела розыска областного ГУФСИН в рамках операции Лавелас отловили беглого вора, который скрывался от наказания. Кто-то спросит, а операция точно называлась Лавелас? Не Лангипас, не Лагавас, не Легалайз. Да-да, Лавелас, потому что воришку пенитенциарные розыскники поймали на дому, на живца. Предыстория такая. Вор, назовем его условно Игорь, пробавлялся тем, что воровал в Екатеринбурге по ночам аккумуляторы с запаркованных машин. Его поймали и 25 декабря прошлого года Верхесецкий федеральный районный суд сделал ему подарок на Новый год и не посадил воришку, выписав ему полтора года условно. И нет бы порадоваться такому презенту. Так и нет, Игорь забил на условия условки. О, хорошо сказано, условия условки. Перестал отмечаться, с адреса съехал, в общем пропал где-то на просторах вселенной, как свободный человек. Но он-то ведь невольный стрелок, он под условкой. И потому суд ему нарисовал новое наказание полтора года колонии-поселения. И Игоря объявили в розыск. Где он находился в офлайне было неизвестно, но воришка Игорь регулярно появлялся в интерсети. И опера Гувсиновского отдела розыска разработали операцию «Лавелас». Зашли к молодому парню на страничку под видом красивой барышни, завели знакомство, особо не давили, дали ему время влюбиться. И вот через два месяца Игорь клюнул и пригласил эту виртуальную даму из цикла «Не верь глазам своим» в кафе возле цирка. Ну а дальше проще. На свидание пришли опера и повязали Игоря теплым под белые руки. Если обычно осужденные на поселение добираются своим ходом, то в случае с Игорем и с его тягой сбегать от наказания есть мнение, что его в колонию-поселение доставят под охраной.